Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Хочешь на природу? Плати. Правительство Дагестана установило плату за посещение ряда туристических объектов. Меньше разговоров, больше дела. Коммунальные проблемы обсудили на заседании республиканского оперштаба. О чем говорили, расскажем в выпуске. Борщ и каша – пища наша. Дагестан первым в стране начался фьеровых культур. Дагестанские самбисты на высоте. Главный турнир этого сезона с участием около 500 спортсменов проходит в Перми. 100 рублей за отдых на природе. Такую плату установило правительство Дагестана за посещение ряда туристических объектов, а именно особо охраняемых природных территорий регионального значения. Эту информацию многие жители республики восприняли неоднозначно. Минприрода же проблему в этом не видит. В ведомстве заявили, что это не новшество. Такая практика давно применяется в различных регионах России. В министерстве заверяют, что эта мера, цитата, «обеспечит повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма, а также развитие инфраструктуры на местах». С этим согласен и руководитель ведомства, ответственная за туриндустрию региона в целом. Эта практика стандартная во многих регионах, либо на опыты федерального значения взимания платы за проход на территорию. Это делается для чего? Для того, чтобы минимизировать антропогенное воздействие на сам объект непосредственно. Ведь всем из нас хочется прийти на объект, чтобы он был чистый, убранный, чтобы были какие-то элементарные удобства, инфраструктура. В этом смысле взимание платы, на мой взгляд, обосновано абсолютно, потому что, естественно, из каких-то средств необходимо содержать, поддерживать чистоту на этом объекте. Идея правильная. Главное, чтобы ее реализация была честной. Так считает географ Хаджимурат Сагитов. По словам эксперта, вопрос заключается в том, как и на что будут распределяться собранные средства. Контроль необходим именно в этой части. Мера нужная очень, востребованная, своевременная, даже запоздалая, но есть вопрос правильной реализации этого проекта. Как только будет прозрачность, все вопросы снимутся. Если мы увидим, что нет прозрачности в этих вопросах, это для меня лично сразу основание заподозрить неладным, так же, как и для большинства жителей. Там есть другой момент, который обязательно нужно учесть. И если ее не взять во внимание, то мы получим негатив и конфликты. Это учет мнения местных джаматов. И если местные джаматы будут получать какую-то прибыль, какой-то процент от этой суммы, это приведет к существенной минимизации конфликтов турист, местный житель. В республике участились случаи отравления угарным газом и пожаров, произошедших по причине неисправности и нарушения правил пользования газовым оборудованием. Во избежание чрезвычайных ситуаций МВД региона призывает отказаться от использования несертифицированных и самодельных приборов. Будьте предельно внимательны. Соблюдайте необходимые меры предосторожности при эксплуатации электрических и газовых приборов, предупреждает жители республики ведомства. Многие ЧП с использованием газового оборудования так или иначе связаны с перебоями в электроснабжении. Почему ресурсоснабжающие организации считают необходимым так часто отключать электричество и до каких пор это будет продолжаться? Эти и другие вопросы рассматривали в ходе недавнего заседания республиканского оперштаба. В обсуждении насущных проблем приняли участие чиновники, депутаты, а также представители Россетей и Газпрома. Подробнее расскажет мой коллега Карим Гамаев. Ему слово. Когда в день три раза выключают свет и давление газа ниже нормы, говорить о слаженной работе в сфере ЖКХ не приходится. Глава правительства сразу задал критический том предстоящему обсуждению, обозначив ряд ключевых проблем. В данной сфере у нас накопился большой комплекс проблем, уважаемые коллеги. Кратковременное понижение температуры, отклонение ее от средних значений вызвало значительное количество аварий. Устранение последствий некоторых из них длилось несколько суток. Людям нет разницы, кто отвечает за поставки энергоресурсов, кто за ремонт сети, кто за платежи. Важно, чтобы все функционировало должным образом. Проблему знают все, но нужна не постоянная констатация причин из года в год, а реальная работа по их устранению, говорили выступающие, обращаясь главным образом к представителям ресурсоснабжающих организаций, у которых и на сей раз было свое объяснение ситуации. Если не уважить ограничение, то мы можем получить ситуацию, связанную с тем, что просто с это питание будет история, и тогда уже там длительно можем поиметь отсутствие электроснабжения потребителей. Поэтому, о чем я сказал в своем докладе, то начало, которое мы планируем, это не в рамках обслуживания, ремонта каких-то ситуационных работ, а именно как бы радикально уже меняя ситуацию, это вот в том числе связано с тем, что нам надо на центрах питания менять трансформаторную мощность, увеличивать трансформаторную мощность. Следом за энергетиками отчитываться за свои упущения пришлось и газовикам, которым у присутствующих тоже были вопросы. В частности, речь зашла об участившихся случаях отравления угарным газом в жилых домах. Диалог премьера с руководителем газовой компании получился эмоциональным. Подождите, из 15 пострадавших 5 человек погибло. Улучшение ситуации в сфере ЖКХ возможно. И главное, условием для этого премьера назвал необходимость своевременного освоения финансовых средств, направленных на реализацию данных программ федеральным центром. Карим Гамаев, Дауд Гасанов, новости ННТ Махачкала. Дагестан первым в стране начал сев яровых культур. Обеспеченность семенами уже превышает более 85%. В настоящее время идет внесение органических удобрений и выполнение других мероприятий по подготовке почвы. В этом году, как отмечают в Мессельхозе республики, планируется увеличить площади ярового сева. Под них будет отведено более 225 тысяч гектаров пашни. Из них зерновые займут более 70 тысяч гектаров. Активно идет также подготовка к посадке картофеля и других обощей, так называемого борщевого набора. Аграриям предстоит посадить капусту на площади более 13 тысяч гектаров и в совокупности морковь, лук, свеклу, столовую на 6 тысячах гектарах. Член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Лидия Абрамова посетила коррекционную школу-интернат в Махачкале. Напомним, это специальное общеобразовательное учреждение четвертого вида, где обучается 242 слепых и слабовидящих ребенка со всей республики. Абрамову сопровождала представительная делегация городской администрации, общественники и представители спортивно-адаптивных школ столицы. Гости осмотрели классные кабинеты воспитанников инклюзивного образовательного учреждения и побеседовали с учащимися. Здравствуйте, как у вас дела? Хорошо. Расскажите, как вам здесь живется? Вас бьют? Плохо кормят? Что с вами делают? Кормят отлично. А еще? Еще относится хорошо. Вам нравится ходить в школу? Я представляю рабочую группу по инклюзивному образованию комиссии при президенте Российской Федерации. Владимир Владимирович создал такую комиссию по делам инвалидов. И вот сегодня я у вас в гостях, чтобы посмотреть, как вам живется, как вы учитесь, занимаетесь ли спортом, есть ли у вас школьный клуб адаптивный. Дружите спортом. Спорт – это жизнь. Отметим, что ознакомление со школой прошло в преддверии форума «От школьных клубов до спортивных вершин». Участники форума обсудят особенности физического воспитания детей с нарушением зрения. Мероприятие стартует 2 марта в Махачкале. Возбревавшие нуждающиеся жители получат продуктовые наборы. Необходимую поддержку им оказывает благотворительный фонд «Инсан». Заместитель Муфте республики Ахмад Магометов и председатель Совета имамов города Абдулла Салимов посетили малообеспеченные семьи. Богословы отметили, что систематическая работа в этом направлении будет продолжена. «Может, что-то еще вам нужно спросить, узнать, что мы были в курсе, а мы уже по возможности будем стараться как-то облегчить, как-то помочь вам». «Так нам много помогло фонд «Инсан». Мы благодарны очень. Вот этот момент столько нам помогло, это фонд «Инсан». Это была огромная помощь». В рамках визита в «Избербаш» Ахмад Магомеда выступил с проповедью в центральной джомом мечети, а также на листилах Сакалов города. И в завершение о спорте две золотые и одну серебряную медаль выиграли дагестанские самбисты на старте чемпионата России. Главный внутренний турнир этого сезона с участием около 500 спортсменов проходит в Перми. Первыми в своих категориях удалось стать махачкалинцем Мухтару Гамзаеву и Загиду Гайдарову. Спортсмены представляют школу имени Газимагомеда Ахмедова. Серебряная медаль в активе тяжеловеса Шамиля Кура Магомедова. Он тренируется в Каспийской спортшколе «Энергия». Чемпионат России по самбо продлится до 3 марта. А в Минспорте прошла встреча с первыми в истории дагестанского гребного спорта участниками чемпионата и первенства России. Соревнования в дисциплине «Гребля» и «Индор» проходили в феврале в Москве. Там нашу команду представляли 12 человек. Войти в число призеров прошедших турниров гребцам из Дагестана не удалось, но это и не являлось для них главной задачей. Итоги чемпионата подвели руководители федерации и тренеры сборной. На встрече также обсудили вопросы дальнейшего развития данного вида спорта в регионе. «Надо сказать, что любой выезд на чемпионат первенства России – это колоссальный опыт, независимо от результата. Согласны? С этим все согласны. Дело в том, что на первенство России и чемпионат России не могут допустить без разряда, но у вас ни у кого, за исключением Игоря, и то его надо подтверждать, да, КМС по академической гребле, разрядов не было. Но нам пошли на встречу и допустили. Ну, как мне сказали, Азамат выполнил, да, первенашний разряд. Вот, и Джован Кента наш чемпион, то есть, здесь победитель федерации стал, выполнил первенашний разряд. Это тоже история. Все впервые. Смотрите наши новости также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. Ну, а у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова